МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня программа «Большая стройка» расскажет вам, как приобрести встроенные помещения для ведения вашего бизнеса. Кроме того, вы узнаете, где в Гомеле есть площадки для аренды или покупки офисов и торговых помещений. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Покупка нежилых встроенных помещений – отличное решение для вашего бизнеса. В Гомеле немало новостроек, которые сочетают в себе не только жилую, но и коммерческую функции. В числе примеров – современный трехэтажный бизнес-центр, пристроенный к жилым домам по улице Мазурова в 18-м микрорайоне. Приобрести в нем помещение предлагает Гомельский домостроительный комбинат. Гомельский ДСК приглашает компаний и предпринимателей города Гомеля к покупке и аренде помещений в офисном здании по улице Мазурова, 15, в городе Гомеля. Данное здание по своему функциональному назначению представляет себе 700 квадратных офисных помещений. В этих помещениях возможно размещение не только офисов, но и предприятий различного назначения. Это здание имеет не только отличные функциональные, эксплуатационные характеристики, но также архитектурно выразительно является доминантной улицы Мазурова. В непосредственной близости к объекту расположены комплексы жилых домов, школа, детская поликлиника, ледовый дворец, гипермаркеты и развитая сеть общественного транспорта. Еще один в этом микрорайоне привлекательный для бизнеса объект встроено пристроенное помещение общей площадью 270 квадратных метров. Оно находится на первом этаже новостройки. Домостроительный комбинат приглашает представителей бизнеса для покупки или аренды помещения, расположенного по улице Головатского, 136 в городе Гомеле, площадью 270 квадратных метров. Помещение расположено на оживленной улице в первой линии. Здесь вы можете разместить объекты торговли, сферы оказания услуг, а также объект физкультурно-оздоровительного плана. Для представителей бизнеса будут актуальны и предложения гомельчан о том, где и какие объекты можно было бы разместить во встроенных помещениях многоэтажек. В частности, в 18 микрорайоне, по мнению горожан, не хватает объектов в сферу услуг, дополнительного образования и физкультурно-оздоровительного плана. Любая торговая точка, пусть это будут продовольственные товары, промышленные, не важно. Спрос у населения сейчас велик. Как видим, строительство разворачивается, жилье всем нужно, все покупают жилье. А жилье нужно строить, ремонтировать, и поэтому любая точка принесет пользу, думаю. Очень удобно, если такие точки торговые находятся в непосредственной близости к проживанию. Нет никаких затрат куда-то ехать, что-то покупать. То есть все рядышком. Так должно быть, так должен устроен каждый район гомеля. Для детей какие-то развлекательные, не знаю, учреждения какое-то, чтобы детки побольше, меньше бегали на улице, чтобы больше занимались какими-то кружками, центрами какими-нибудь. Было бы неплохо разместить кафе, так как для молодежи здесь нет мест, где отдохнуть. Молодежь бы ходила, я думаю, это место бы пользовалось спросом, так как этот район молодой, и как бы большинство здесь молодые люди проживают. Но фитнес-центр тоже неплохо было бы, наверное. Примером успешного ведения бизнеса, а главное правильного выбора для его месторасположения, с большой стройкой поделились руководители частных компаний гомеля. Например, региональное представительство крупнейшей отечественной мебельной фабрики ЗОВ свои офисы и торговые павильоны разместило на первых этажах многосекционного жилого дома по улице Барыкина. В прошлом году я приобрел магазин на улице Барыкина. Это место мне понравилось, потому что оно соединяет несколько районов и находится на первой линии. Сразу после покупки, это было примерно в начале этого года, сразу пошли люди. Место очень хорошее, это будет в будущем хорошая торговая улица. И я даже задумываюсь о покупке еще одного магазина вот в ближайших каких-то домах, которые построятся. Размещение офиса во встроенном помещении этой многоэтажки стало приятной неожиданностью и для самих сотрудников компании. По счастливой случайности мне довелось купить квартиру на Барыкино. И очень повезло, что мой руководитель снял здесь помещение, приобрел. И я теперь работаю здесь. И до работы занимает буквально пять минут ходьбы, и я на работе. Наш офис находится на одной из главных улиц города, что привлекает большое внимание для нашего магазина, тем самым увеличивается продажа. В свою очередь клиентов мебельной компании такое месторасположение магазина только радует. Для меня, конечно, удобно, чтобы вот такой магазин находился. Вот. И продуктовые магазины, ну и вот это, конечно, и аптеки. Было бы удобно в этом районе сделать вот в одном из домов небольшой магазинчик либо евроопта, либо брусничка, потому что здесь очень мало таких точек продуктовых. Может быть, какую-то кондитерскую, может быть, какое-то кафе для проведения вечернего досуга. Стоит отметить, что покупательским спросом пользуются и товары в соседнем торговом павильоне, который также разместился во встроенном помещении многоэтажки Побарыкина. Это одна из центральных улиц города. Здесь большая проходимость, большая проезжая часть. У нас здесь большие витрины, очень хорошо видно, как бы, сами окна, бесплатная реклама. Нас видно, люди к нам приходят. На данный момент Гомельский ДСК готов рассмотреть предложение по приобретению встроенных помещений в новостройке по улице Парыкина. Еще год назад Гомельский домостроительный комбинат начал реализацию встроенных помещений в жилом доме по улице Парыкина номер 84. В настоящий момент все помещения куплены представителями бизнеса. В соседнем доме Парыкина 86 осталось единственное помещение, которое в настоящий момент будет предложено к продаже в скором времени. В дальнейшем вся улица Парыкина будет застроена подобного типа домами. Приглашаем представителей бизнеса к сотрудничеству с Гомельским домостроительным комбинатом в части приобретения коммерческой недвижимости. Итак, если вы владелец бизнеса и желаете приобрести или взять в аренду встроенное помещение, программа «Большая стройка» сейчас расскажет вам, что для этого нужно сделать. Во-первых, вы должны определиться с месторасположением вашего офиса и площадью, необходимой для ведения бизнеса. Проконсультировать по этим вопросам вас также смогут и арендодатели. Добрый день. Я индивидуальный предприниматель, занимаюсь продажей мебели, и мне необходимо взять в аренду помещение под офис у вас. Если это возможно, расскажите, на каких условиях это делается. Здравствуйте, присаживайтесь. Спасибо. В настоящее время Гомельский ДСК может предложить для аренды несколько помещений в городе Гомеле, в частности по улице Головацкого, Мазарова, а также по улице Обезной. Для того, чтобы снять помещение, вам необходимо написать заявление с указанием вида деятельности, которым вы занимаетесь. В нашем случае мы выбрали офисы по улице Обезной, но для того, чтобы окончательно определиться с выбором помещения, мы отправляемся непосредственно на место, где сдаются площади. Если вас устраивает предложение арендодателей, то следующий шаг – написание соответствующего заявления. Его рассматривают в течение нескольких дней, затем производится расчет арендной стоимости и составляется договор. После этого вы – законный владелец офиса. В нашем случае процесс приобретения в аренду помещения по улице Обезной занял несколько дней. Стоит отметить, что встроенные помещения можно не только брать в аренду, но и покупать. При приобретении заключается договор купли-продажи, и Гомельский ДСК применяет индивидуальный подход в данном случае. Возможно приобретение помещений в рассрочку, либо с полной оплатой. В случае полной оплаты применяется скидка, размер которой определяется в индивидуальном порядке. Документы в этом случае готовятся также в самые сжатые сроки. Максимальный срок между подачей заявления на купли-продажу и походом в БТИ составляет до недели. Сегодня программа «Большая стройка» выбирала себе помещение в аренду под офис. Мы надеемся, что наш опыт будет полезен и вам. До встречи на новых стройплощадках Гомеля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин